Семь выводов из книги «Успеть за 120 минут». Как создать условия для максимально эффективной работы? Продуктивность – это искусство. Можно растянуть запланированные дела на несколько дней, а можно сделать их всего за несколько часов. Кажется, что это невозможно? Думаю, что разбор книги Джоша Дэвиса «Успеть за 120 минут». Как создать условия для максимально эффективной работы тебя переубедит. Кстати, все эти семь полезных выводов научно обоснованы. Поэтому можешь не сомневаться, что будешь успевать гораздо больше, если впустишь их в свою жизнь. Цени каждый поворотный момент для принятия решения. Если ты до сих пор не составляешь список дел на день, у меня для тебя плохие новости. Ежедневно много сил и времени тратится впустую. Исправь это, написав чек-лист задач прямо сейчас. Это поможет тебе не только не забыть что-то сделать, но и правильно распределить продуктивность на целый день. Как? Сейчас объясню. Выполняя задачи по списку бездумно, мы быстро устаем. Но чтобы уставать меньше, а успевать больше, после выполнения одной задачи остановись и подумай, что ты выберешь дальше. Чувствуешь себя полным сил и энергии. Выполняй трудную задачу. Уже клонят в сон? Выпей кофейку и возьми что-то полегче. Распределяя задачи и энергию правильно, ты сможешь сделать гораздо больше. Кстати, с самого утра важно начинать работу с легкой задачи. Замени самоконтроль внутренним диалогом. Начиная вести осознанный образ жизни, мы в чем-то себя ограничиваем. Например, бросая курить, многие не могут сделать это сразу. Смотря на пачку, они каждый раз думают про себя, нет, нельзя. Хватит думать об этом. Но такой самоконтроль быстро истощает уровень энергии. Что делать? Попытайся достучаться до себя и реши, что тебе это не нужно. Совсем. Как только у тебя появится цель отказаться от вредной привычки, больше не придется заниматься самоконтролем. Это сэкономит тебе кучу энергии. Знаю, это трудно, но я уже отказался от сигарет, алкоголя и много чего еще. Поверь в себя и ты. Принятие решений ведет к умственной усталости. Решение – это очень энергоемкий процесс, с которым мы сталкиваемся ежедневно. Что съесть на завтрак? Какую одежду надеть сегодня? А что обуть? Друг, я уверен, что ты сможешь успевать больше, если сократишь эти моменты до минимума. Например, одежду можно готовить заранее. Согласись, удобно открыть шкаф и, протянув руку, достать то, что тебе нужно, не заморачиваясь с решением, а подходит ли этот галстук к той рубашке. Что высасывает нашу энергию? В книге «Успеть за 120 минут» описаны наши ежедневные действия, которые лишают нас энергии. Избавившись от них, станет гораздо легче. Всего их четыре – быстрое переключение между задачами. Яркий пример этого – частая проверка сообщений в соцсетях. Отключай оповещения во время работы, если это не часть работы. Если хочешь быть продуктивным, ничто не должно тебя отвлекать. Налаживание связи для установления контакта. Заводя новые знакомства, мы стараемся произвести хорошее впечатление о себе, но на это тратим кучу энергии. Старайся фильтровать контакты и уделять время только самым важным. Распознавание ошибок и их исправления. Мы все ошибаемся, без этого никак. Но главная ошибка – это быть идеалистом. Любой товар или контент можно доделывать бесконечно, но авторы книги советуют сначала его выпустить, а затем исправлять недочеты по необходимости. Планирование и согласование будущих дел. Чтобы постоянно не думать о том, что же ты забыл сделать сегодня, составляй список дел заранее. Для этого есть очень много хороших онлайн-сервисов, но я пользуюсь этим. Кстати, лучше всего ставить себе задачи вечером предыдущего дня. Если делать это в тот же день, мы начинаем себя жалеть. Правильное дыхание и юмор против усталости. Ты уже устал, но осталось еще много дел. Не беда, есть пара хороших методов. При умственном утомлении автор книги «Успеть за 120 минут» Джордж Дэвис советует медленное дыхание, которое поможет расслабиться. Если этого недостаточно, на помощь придет хорошее настроение. Оно, как и дыхание, не только избавит от умственной усталости, но и украсит твое лицо улыбкой. Посмотри короткий юмористический ролик, и ты почувствуешь, как мозг освободит место для новых задач. Физические упражнения в перерывах помогают мозгу работать лучше. Как часто ты разминаешься во время работы? Нет, погладить кота не считается. Я не буду рассказывать, насколько полезны физические нагрузки для организма, ты и сам это знаешь. А вот тем, что они полезны для продуктивной работы, я с радостью с тобой поделюсь. На самом деле, физические упражнения повышают внимание и улучшают мозговые процессы. Ну а если мозг будет работать быстрее, твоя продуктивность взлетит подобно ракете. Поэтому не ленись приседать или отжиматься в перерывах между работой, это совсем не трудно. Ешь мелкими порциями, пей больше воды и меньше кофе. Научно доказано, что частые, но небольшие приемы пищи гораздо полезнее огромных порций. На переваривание пищи, особенно тяжелой, твой организм тратит много энергии, ты знал? А что насчет кофе? Чтобы взбодриться, организму необходима лишь небольшая чашечка. Все остальное вызовет лишь дрожь в руках. Лучше пей больше воды, но не обычной, а структурированной. Еще ее называют с вода.